Продолжение следует... Тех, кто смог сегодня присоединиться к нам в дистанционном режиме на нашем ежедневном обзоре текущей ситуации на рынке. Сегодня, как и каждый день, мы с вами разберем текущую ситуацию на рынке, поговорим о том, какие финансовые инструменты могут быть максимально актуальны с точки зрения поиска возможных точек входа в этих финансовых инструментах. И обсуждать мы их будем по традиции в рамках того торгового плана, того торгового листа, который мы с вами строим каждый понедельник. К сожалению, сейчас имеют место небольшие проблемы с чатом, поэтому ссылочку на торговый лист я скинуть в чат не могу по техническим причинам. Ваши вопросики, тем не менее, я буду видеть, поэтому если будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я хотел бы попросить тех участников нашего диалога, которых есть сейчас доступ к чату, которые могут в него писать, написать в чат, скинуть ссылочку на торговый лист для тех участников нашего диалога, которые с ним не знакомы, которые еще не имеют доступа к этому торговому листу. Если у вас есть какие-либо вопросы по финансовым инструментам, по конкретным валютным парам, по рынкам металлов, пожалуйста, задавайте. Пишите название этих финансовых инструментов, пишите ваши вопросы, и мы с вами все ваши вопросы постараемся сегодня максимально подробно разобрать. Я хотел бы начать наш сегодняшний диалог с обзора текущей ситуации на рынке индекса доллара, поскольку вчера произошло очень интересное движение, которое, по моему мнению, может являться первым признаком, свидетельствующим о формировании платформы для мощного движения рынка, которое происходит в августе месяце. Мы с вами говорили, что в августе месяце происходит самое мощное движение рынка. Вы можете в этом с легкостью убедиться, если посмотрите на любые финансовые рынки в августе-сентябре месяце, вы увидите, что самые сильные движения зарождаются именно в этот период времени. Поэтому с точки зрения тайминга рынка, с точки зрения торговли на дневных таймфреймах, с точки зрения среднесрочной торговли, наилучшим временем для поиска точек входа в рынок является, является, и я уверен, будет являться август месяц. При этом, последние несколько месяцев рынок оставался в треугольнике, и я сейчас говорю о индексе доллара, я говорю о европейской валюте. Давайте откроем евро-доллар. Евро-доллар. Речь идет вот об этой формации, сходящейся формации. Вижу ваш комментарий, Дмитрий, спасибо большое за ссылочку. Итак, обратите внимание, дамы и господа, что вчера индекс доллара активно укреплялся. В завершение торгового дня коррекции не произошло, вследствие чего большинство финансовых инструментов, которые находились в треугольниках, которые по своей природе очень часто дублируют то, что происходит в индексе доллара, большинство этих финансовых инструментов вышли из тех треугольников, вышли из тех сходящихся формаций, флетов, в которых они длительное время находились на дневных таймфреймах. Речь идет, первое, о валютной паре евро-доллар, которая, как вы видите, пробила наклонную линию треугольника, которая, что принципиально важно, закрылась ниже уровня поддержки дневного таймфрейма. Уровень поддержки на дневном таймфрейме, который мы с вами выделяли вчера на наших предыдущих встречах, это диапазон, который находится в районе отметок примерно 1.09.16-1.09.76. Вчера рынок закрылся ниже этой отметки. О чем это говорит? С точки зрения классического технического анализа, это говорит о том, что мы теперь находимся в рынке медведей. С точки зрения классического технического анализа, с точки зрения торгового плана, который мы с вами разбираем на курсе трейдинг «Успешный старт», это означает, что рынок теперь находится в торговом состоянии. То есть теперь на рынке в рамках среднесрочного тренда, в рамках дневных таймфреймов торговать можно. Ранее, поскольку рынок находился в треугольнике, на дневных таймфреймах простора для маневра не было. Торговать было нельзя, как следствие. Сейчас рынок вышел из треугольника, соответственно, мы можем искать точки входа в паре евро-доллар. Причем точки входа на дневных таймфреймах такой возможности не было достаточно длительное время. Поэтому ситуация является крайне интересной. Причем аналогичное движение наблюдалось на рынке швейцарского франка. Я сейчас покажу это движение. Наблюдалось на рынке японской иены в том числе. Швейцарский франк. Очень схожая ситуация. И швейцарский франк, и евро-доллар копируют то, что происходит на рынке индекса доллара. Обратите внимание, что швейцарский франк вчера закрылся выше всех возможных горизонтальных уровней сопротивления. Доллар активно укреплялся, закрылся выше данных отметок. То есть доллар рос на данном, на рынке данной валютной пары, на рынке евро-доллар и на рынке доллар-иена. Сейчас также продемонстрирую, что происходит на рынке доллар-иена. Соответственно, вот этот максимум 123.73. Верхняя граница актуального ранее уровня сопротивления мы с вами называли как ключевой максимум. Поскольку обновление данного максимума свидетельствовало о том, что с точки зрения технического анализа мы теперь находимся в рынке быков. То есть вчера были обновлены ключевые точки на большинстве наиболее популярных валютных пар вследствие активного изменения индекса доллара, активного изменения американской валюты. Почему я начал наш сегодняшний диалог с упоминания того, что это может быть некой новой интересной платформой для формирования начала нового тренда? Это может быть интересной платформой по той причине, дамы и господа, что до начала августа месяца еще две недели. И в течение этих двух недель вполне может развиваться несколько вариантов развития событий, которые я сейчас вам продемонстрирую. Это будут те варианты, которые я считаю максимально вероятными с точки зрения их реализации на основании опыта, движения на основании моего опыта, анализа рынка и поведения рынка в летние периоды времени. Так вот, когда такое происходит в июле месяце, чаще всего далее рынок движется примерно следующим образом. Предположим, рынок находился в треугольничке, а летом рынок часто находится в треугольничке, это нормально. И рынок выходит из данного треугольника. То есть, допустим, вот уровень сопротивления, рынок пробивает данный уровень сопротивления, пробивает его снизу вверх. Закрывается выше этого уровня сопротивления. То, что произошло в индексе доллара, то, что произошло на рынке доллар-франк, то, что произошло на рынке доллар-иена соответственно. Так вот далее, какие существуют варианты? Первый вариант. Происходит небольшая коррекция к пробитому уровню. Для примера давайте посмотрим на доллар-иену, как она выглядит. Происходит небольшая коррекция к пробитому уровню. Затем движение продолжается. То есть продолжается движение в рамках всех классических канонов технического анализа. Рынок движется в этом направлении. В августе просто это движение усиливается за счет того, что на рынок приходят крупные деньги, начинаются активные торги и начинаются активные изменения цен. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий, который также встречается достаточно часто, потому что мы находимся в летнем рынке. Это вариант, когда после такого пробоя, качественного технического пробоя, происходит следующее. Рынок движется против данного направления. То есть происходит нечто похожее на глубокую коррекцию на рынке. А затем в августе, вот в этой точке, предположим, начинается август, то есть начинается активный период торгов. В августе начинается мощный тренд, но это тренд в противоположном направлении. И когда вы смотрите на такую ситуацию ретроспективно, вы видите, что тот рывок, который имел место до этого, являлся тем, что называется высадкой пассажиров, когда рынок максимально разгоняют в сторону противоположную той, в которую затем активно движется тренд, в которую затем развивается основное направление движения рынка и наблюдается ключевой, мощнейший вектор движения рынка. Это второй вариант. Ну, на скидку, вероятность его реализации, думаю, процентов 15-20. То есть я думаю, что это вариант тот, который нельзя списывать со счетов, который очень часто встречается в летнем рынке и который также необходимо учитывать, иметь в виду, что он также может быть реализован. Третий вариант развития событий – это классическая коррекция, мощная глубокая летняя коррекция примерно такого характера. Давайте выделим ее другим цветом, таким фиолетовым цветом. Это глубокая коррекция. Что такое глубокая коррекция? Это коррекция примерно на расстоянии хотя бы 60% от длины предыдущей импульсной волны и затем продолжение движения в направлении тренда. Давайте назовем этот вариант развития событий вариантом развития событий номер 3. Итак, у нас есть первый, второй и третий вариант развития событий. Первый и третий варианты, я думаю, что можно считать, что где-то по 40% вероятности рынок будет двигаться именно так. Вариант номер 2 – это вариант с высадкой пассажиров, летней высадкой пассажиров, которая встречается не так часто, но встречается в летнем рынке. Если вы полистаете рынок, посмотрите, как он реагировал на пробой флетов и треугольников в июле, вы найдете такие ситуации, они встречаются и не являются редкостью. Поэтому второй вариант также возможен. Но с точки зрения текущего состояния рынка, я думаю, что теперь вы понимаете, почему я назвал то движение, которое произошло вчера, то закрытие рынка, которое произошло вчера, неким крайне интересным движением и некой платформой, вероятно, для начала мощного движения рынка. То есть теперь, исходя из той точки, где мы находимся сейчас на рынке, мы уже можем совершенно по-другому смотреть на рынок, потому что рынок вышел из треугольников, рынок вышел из флетов, рынок опроверг наличие предыдущих трендов, нисходящего тренда, в частности, в паре доллар-иена. Теперь на рынке доллар-иена тренд явно является бычьим, то есть он уже не является медвежьим. Обратите внимание, потому что рынок пробил уровень сопротивления вверх. Соответственно, теперь ключевая задача наша с вами – это отслеживать дальнейшее развитие событий и реагировать на них соответствующим образом. То есть согласно первого сценария развития событий, первый сценарий, если мы посмотрим на доллар-иену, это будет характерно для всех финансовых инструментов, ключевых финансовых инструментов, которые мы с вами только что упоминали. Евро-доллар, доллар-франк, доллар-иена. Так вот, теперь вариант развития событий номер один. Скажем, рынок корректируется к пробитому ранее уровню, отбивается от этого уровня. Первый вариант развития событий, который говорит нам о том, в каких точках могут происходить развороты рынка, в каких точках необходимо искать вход на повышение, а сейчас тренд бычий на этом валютном рынке в паре доллар-иена. В каких точках искать вход на повышение на небольших таймфреймах, на таймфреймах H1, на таймфреймах H4, на таймфреймах M15, соответственно. Это первый сценарий. Сценарий номер три. Глубокая коррекция. Это сценарий, который подразумевает примерно вот такое развитие событий. Я выделил его другим цветом. То есть глубокая коррекция. Что такое глубокая коррекция? Глубокая коррекция, как мы с вами отмечали, это коррекция как минимум на 61% у длины предыдущей импульсной волны. Уровни Fibonacci могут помочь нам определить глубину импульсной волны. Импульсная волна – это движение рынка от начала некого движения в направлении тренда до точки, где это движение завершилось. Сейчас мы не можем быть уверены в том, что движение завершилось конкретно в этой точке, потому что сегодняшняя свечка формируется всего 10 часов, и она вполне может закрыться по бычье. Поэтому если сегодняшняя свечка закроется по медвежье, тогда и только тогда мы сможем говорить о том, что подобное построение уровня Fibonacci может быть максимально актуально. Даже скорее вот так будет правильнее, потому что максимум у сегодняшней свечки выше, чем у предыдущей. Так вот, когда мы видим, какая коррекция будет достаточной, чтобы называть ее глубокой коррекцией, мы можем видеть это, когда построим уровни Fibonacci, и когда увидим отметку в 61% от длины предыдущей импульсной волны, это примерно 121,8. То есть это то значение коррекции, которое можно называть глубокой коррекцией, и в районе которой, если реализуется сценарий номер 3, произойдет формирование очень интересного сигнала на вход в рынок. Сценарий номер 2. Я думаю, что в целом с ним все понятно. Сейчас слишком рано о нем говорить. Сейчас рынок находится в бычьем тренде. Сейчас нет никаких предпосылок для развития второго сценария. Но его также, повторюсь, нельзя ни в коем случае списывать со счетов. Это нормальная ситуация для летнего рынка. Летний рынок – это очень специфический рынок. То же самое. То же самое. Можно сказать, упарит доллар-франк. Вот ближайший уровень сопротивления. Соответственно, сценарий развития событий номер 1 наиболее вероятный. Выглядит примерно таким образом. Сценарий номер… Сценарий номер 2 – это разворот. Сценарий номер 3 – это коррекция. Глубокая коррекция. Что такое глубокая коррекция в рамках текущего движения рынка? Хотя бы до 61,8% от длины предыдущей импульсной волны. То есть хотя бы до 0,9426. Сценарий номер 3. То есть теперь после рывка рынка, который имел место вчера, ситуация стала на порядок более определенной. Мы можем строить и оценивать наиболее вероятность сценария дальнейшего развития событий. И зная о наличии этих сценарий, мы с вами можем строить нашу торговлю и анализировать дальнейшее движение рынка на порядок более взвешенно и ориентируясь на порядок более объективной критерии, нежели те критерии, которые мы использовали, когда рынок находился внутри треугольников и флэта. Поэтому я думаю, что вчерашнее движение было крайне важным с точки зрения торговли на рынке, с точки зрения дальнейшего развития событий на рынке. И, к слову, сейчас, сейчас у нас с вами пятница, дамы и господа, а в пятницу, если вы видите, что на каком-то финансовом инструменте 4 дня из 5, скажем, с понедельника по четверг, рынок двигался в одном и том же направлении, двигался линейно, то вероятность того, что начнется коррекция в пятницу является достаточно высокой. Она однозначно выше 50%, я думаю, что процентов 60 на вскидку. Это связано с тем, что отдельная группа участников рынка предпочитает ликвидировать открытые ранее позиции в преддверии закрытия рынка в пятницу и пересмотреть, возможно, свое мнение о рынке в понедельник. То есть не переносить позиции на выходные. Поэтому очень часто, если вы посмотрите на любые финансовые инструменты, не только на валютные пары, на любые финансовые инструменты, очень часто вы увидите, что если рынок, скажем, двигался вверх 4 дня из 5, то есть понедельник, вторник, среда, четверг, в пятницу может быть коррекция. Это абсолютно нормально. То есть это тот вариант развития событий, который вы можете рассматривать как вероятный и более вероятный, нежели, скажем, дальнейшее продолжение движения рынка в господствующем понедельник, вторник, среду и четверг тренде для, скажем, доллара и иены, для пары доллар-франк, для которой характерно подобное поведение, для которой характерна подобная динамика. Поэтому пятница – это тот день, когда действительно закрываются позиции, когда новые позиции, как минимум новые позиции на дейли-таймфреймах открываются очень-очень редко. В следствии всего вышесказанного, дамы и господа, отмечу, что отчеты о сделках крупных участников рынка, которые будут опубликованы сегодня и которые вы сможете отслеживать на сайте barchart.com уже в субботу, будут крайне интересными, потому что очень интересно посмотреть, как действовали крупные игроки в рамках тех движений рынка, которые наблюдались все эти дни. Поэтому посмотрим, посмотрим, как действовали крупные участники. Но я думаю, что то, что мы видим сейчас на рынке, это уже нечто, это уже что-то, это некий фундамент, относительно которого, как видите, можно строить определенные стратегии дальнейшего развития событий, оценивать вероятности. Раньше такой возможности не было. Рынок находился в неком безумном треугольнике. И очень здорово, что он из него наконец-то вышел. Что же, дамы и господа, по дейли, по стратегии дальнейшего поведения, по дальнейшему развитию событий. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я хотел бы отметить, что по H1, по коротким таймфреймам, которые мы с вами разбираем каждый день сейчас, но учитывая то, что я только что упомянул, сейчас, я думаю, что не лучший будет момент для входа в рынок. Потому что, да, факт пробоя есть. В большинстве финансовых инструментов факт пробоя уровня, ключевого важного уровня есть. Но вероятность того, что движение в этом направлении начнется в пятницу, то есть движение в направлении тренда, направлении того вектора, который был актуален с понедельника по четверг, вероятность продолжения движения в этом направлении на H1 в пятницу является достаточно низкой. Поэтому сейчас, сейчас на H1, я думаю, что просто нужно построить уровни, так как мы с вами это сделали только что на daily, построить эти зоны. И в районе этих зон, когда рынок подойдет к этим зонам, ну, например, если посмотреть на доллар-франк, вот у меня сейчас открыт доллар-франк, когда, если рынок подойдет к этим зонам, вот она, эта зона 95.42, внутри этой зоны, если внутри этой зоны сформируется сигнал на повышение, как будет выглядеть сигнал на повышение? Классический сигнал на повышение по технике выглядит вот таким образом, то есть это пробой уровня сопротивления вверх. Если внутри этой зоны сформируется сигнал на повышение, пробой уровня сопротивления, то этот сигнал может рассматриваться как, по моему мнению, Это крайне интересный сигнал по той причине, что этот сигнал сформируется в районе точки наиболее вероятного завершения коррекции в рамках модели возможного поведения рынка, модели номер один, которую мы с вами только что разбирали. Вижу ваш вопрос, Дмитрий, по доллар-иену. Стоит ли учитывать уровень от 24.06.15? Доллар-иену. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Двадцать четвертая. Двадцать четвертая. Да, конечно, стоит его учитывать. Причем, давайте я прокомментирую вопрос. Вопрос заключается в том, стоит ли учитывать вот этот уровень сопротивления, уровень сопротивления, который сформировался в паре доллар-иена 24 июня. Безусловно, стоит, поскольку, по моему мнению, одна из причин, по которой рынок корректируется именно сегодня, одна из причин, по которой та свечка, которую видели вчера, прошла, внутри данной свечки рынок прошел 48 пунктов, а не, скажем, 80 и не 70, заключается в том, что рынок достиг уровня сопротивления, то есть он достиг следующей цели, актуальной цели на длинном таймфрейме, в районе которой может замедлиться движение рынка, может начаться формирование разворотных формаций, флетов, треугольников на меньших таймфреймах, то есть на H1 таймфрейме в том числе. Собственно, то, что и происходит в настоящий момент. Поэтому его, безусловно, нужно учитывать сейчас. То, что мы наблюдаем на рынке в настоящий момент, на H1 таймфрейме, это по большому счету классическая реакция рынка на небольших таймфреймах, на уровне поддержки и сопротивления больших таймфреймах. Поэтому обязательно его нужно учитывать при построении целей. Вообще, ориентируясь на специфику доллар-иена, если мы посмотрим, как движется доллар-иена, то мы увидим с вами, дамы и господа, что доллар-иена либо генерирует одни из самых глубоких коррекций, которые только можно увидеть на валютном, да и не только на валютном рынке, коррекции на 70-80, иногда практически на 100% от длины предыдущих импульсных волн. Например, вот это движение, когда сформировался факт, по факту закрытия бычьей свечки, сигнал на отбой практически в районе предыдущего уровня поддержки. Это движение, которое имело место вот здесь. То есть это нормально для пары доллар-иена. Это первый вариант. Второй вариант, вторая специфичная особенность доллар-иена, это то, что иногда она корректируется крайне глубоко, а иногда напротив движется линейно и практически без коррекции, так как, я думаю, что не движется не евро-доллары, в редких случаях движется фунт-доллар. Ну, например, вот такие движения происходят на рынке. То есть такая двойственность специфичная для данной валютной пары. Поэтому, если говорить конкретно о доллар-иене, то наиболее вероятный сценарий – это либо отбой после коротенькой коррекции, либо очень-очень глубокая коррекция, которая может затянуться до 121,8 или даже до 121,0 отметки. Ну что ж, надеюсь, что ответил на ваш вопрос, Дмитрий, фунт-доллар. Давайте посмотрим. Вижу ваш вопросик по фунт-доллар. Дмитрий, сейчас посмотрим, что происходит. Фунт никак не движется вниз, несмотря на то, что с точки зрения технического анализа, классического технического анализа, рынок остается в медвежьем тренде. Разворотный сигнал сформируется, когда и если рынок закроется выше уровня сопротивления, который в настоящий момент находится в районе диапазона 57,47-57,86 примерно. И когда и если рынок закроется выше данного диапазона, тогда и только тогда можно будет говорить о том, что на одином таймфрейме рынок развернулся, и мы находимся в рынке быков. Пока этого не произошло на дейли, мы находимся в медвежьем тренде. При этом на H1 все сигналы, которые формируются на понижение, те сигналы, которые формировались в прошлом, те сигналы, которые имели место ранее, то есть пробои уровня вниз, как видите, они не отрабатываются так активно, как хотелось бы. То есть тренд не развивается в данном направлении. Поэтому пока мы находимся в рынке быков на H1, то движение, которое в настоящий момент наблюдается на рынке, я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что это рынок быков. Каждый новый максимум выше предыдущего. Позиции на понижение по H1 не актуальны, потому что на H1 рынок быков. На дейли при этом мы находимся в рынке медведей. И с точки зрения того движения, которое наблюдается в момент, это движение может рассматриваться как коррекция, пока рынок находится ниже отметки 57.86, пока он не закрепился на дейли, уверенно выше данной отметки. Вот такая ситуация на рынке британской валюты. Опять же, интересно, что британский фунт очень чутко реагирует на падение доллара. Обратите внимание, что как только американский доллар начинает снижаться, снижается незначительно, но в частности снижается в рамках коррекции некой достаточно слабенькой коррекции по паре доллар-франк, в рамках достаточно слабенькой коррекции в паре доллар-иена, если мы посмотрим на H1. То есть рынок снижается, но какого-то мощнейшего движения мы не видим. То есть это некая коррекция в рамках бычьего тренда по доллару. Тем не менее фунт реагирует на них очень чутко. То есть как только доллар начинает снижаться, незначительно снижаться, фунт, доллар сразу же начинает резко выстреливать вверх. Это говорит о том, что даже на небольших таймфреймах участники рынка уверены в том, что в настоящий момент актуальны покупки фунта и ищут любые поводы для его покупок, ищут поводы, связанные с, пусть небольшими, но коррекциями американского доллара или же, вероятно, какими-либо факторами, связанными непосредственно с британской валютой. Поэтому на H1 мы находимся в рынке быков. Позиции на продажу по H1 не актуальны. При этом на daily мы находимся в рынке медведей. То есть рассогласование трендов на H1 и на дневном таймфрейме. Сигнал на понижение. С точки зрения технического анализа, если смотреть на H1, сигнал на понижение сформируется, когда и если рынок закроется ниже ближайшего уровня поддержки, который находится в районе диапазона 56.22-56.28. Пока этого не произошло, рынок находится в бычьем тренде на H1. Соответственно, на H1 позиции на повышение остаются актуальными, позиции на понижение остаются неактуальными. Движемся далее. Вижу ваш вопрос, Николай. Доллар против канадского доллара. Эта валютная пара является одной из наиболее интересных. Я думаю, что будет являться еще несколько недель, как минимум, одной из наиболее интересных. По той причине, что по том мощнейшем росте… В чем причина мощнейшего роста, который наблюдается на рынке? Если мы в них разберемся, то мы сможем максимально точно оценивать потенциал движения рынка и потенциал наличия волатильности на рынке. То есть потенциал того, что рынок и далее будет генерировать мощное движение. Так вот, почему происходят такие мощные движения на рынке канадского доллара? Это связано с тем, что и американский доллар растет, вследствие того, что индекс доллара растет, и с другой стороны канадский доллар падает, вследствие а – политики Центробанка, и б – динамики изменения цен на энергоносители, цен на нефть. То есть, когда весь набор факторов, влияющих на какую-то валютную пару, можно сказать, направлен в одну сторону, то есть генерирует единый некий вектор, тогда происходит самое мощное движение на рынке. Например, то, что происходит на рынке канадского доллара, на котором происходят движения ненормальные по большому счету для рынка канадского доллара. То есть, такие линейные движения канадский доллар не всегда генерирует, даже когда мы находимся в сентябрьском, октябрьском рынке или мартовском, апрельском рынке, когда происходит сильное движение рынка. И связано это с набором факторов, которые я только что озвучил. Эти факторы актуальны, и по этой причине по канадскому доллару текущая ситуация на рынке, текущий тренд остается актуальным. То есть, по технике мы находимся в рынке быков. С текущих цен покупать британский фунт, я думаю, что это крайне плохая идея, потому что поезд уже ушел, потому что по факту пробоя уровня, который имел место вот в этой свечке, да, сигнал был, но возникает вопрос, если мы входим по дейли, скажем, с этих отметок или с текущих отметок, где ставить адекватный стоп-лосс. Адекватный стоп-лосс необходимо ставить по дейли на 300 пунктов от текущих цен. Это неправильно, потому что в этом случае вам нужно будет определять потенциал прибыли, цели в районе отметок, находящихся на 600-700 пунктов хотя бы от текущих цен. Это очень много для канадского доллара. То есть, это чрезмерно оптимистично для июля, скажем так. Это не то, что бы сильно много, но это чрезмерно оптимистично для июля. Поэтому с текущих цен на дейли входа нет. На H1 сигнал на покупку сформируется, когда и если рынок закроется выше уровня сопротивления часового таймфрейма, который находится в районе отметки 29.72. Сейчас, вследствие того, что рынок на прошлой свечке, которая закрылась буквально в прошлом часе с 9 до 10, вот эта свечка, рынок закрылся ниже уровня поддержки. Вследствие этого, бычий тренд на H1 таймфрейме прекратил свое существование с точки зрения классического технического анализа. Поэтому сигналы на повышение сформируются, когда и если рынок закроется выше уровня сопротивления часового таймфрейма. Это сигналы в направлении дневного тренда. По дневному тренду сейчас точек входа нет, потому что потенциал прибыли риск при установке адекватного стоп-лосса будет абсолютно неприемлемым. Сейчас, секундочку, я посмотрю на ваши вопросики. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос по канадскому доллару. Вижу ваш вопрос, Владимир. Получается, что индекс доллара будет снижаться на дейли. Индекс доллара уже снижается на дейли. Он уже корректируется. То есть те варианты развития событий, которые мы с вами разобрали, это коротенькая коррекция продолжения тренда, это глубокая коррекция продолжения тренда, это разворот тренда. Коротенькая коррекция и продолжение тренда, и глубокая коррекция и последующее продолжение тренда, это наиболее вероятный сценарий развития событий ввиду того, что рынок пробил уровень сопротивления в индексе доллара. Поэтому что означает снижаться? Он уже снижается, он уже корректируется. То есть да, он уже снижается. То есть уже происходит то движение, которое можно назвать снижением, уже происходит коррекция по факту этого пробоя. Но тренд бычий и, естественно, позиция на повышение, поиск точек входа на повышение по доллару остается актуальным. Поиск точек входа на повышение по доллару в паре доллар против канадского доллара, в паре доллар против японской иены, в паре евро-доллар. Позиция на повышение по доллару, то есть продажа по паре евро-доллара остается актуальным. По австралийскому доллару, вижу ваш вопрос, Елена. Корректированности на H1. Сейчас, секундочку, я постараюсь. Насколько я вижу, у меня… Момент. Дамы и господа. Ну что ж, по австралийскому доллару. На рынке австралийской валюты на часовом таймфрейме. Отвечаю на ваш вопрос. На рынке австралийской валюты мы находимся в обычном тренде на часовом таймфрейме. Ключевой уровень поддержки на H1 – это та отметка, в районе которой рынок находится сейчас. Это 0.7400, если рынок закрывается ниже данной отметки, то происходит пробой уровня вниз. Соответственно, тренд становится медвежьим. Пока этого не произошло, мы находимся в бычьем тренде на часовом таймфрейме. На дневном таймфрейме, напомню, мы находимся в рынке медведей. То есть сигналы на понижение остаются актуальными, и сигнал на понижение по H1 сформируется, ближайший сигнал, по факту пробоя отметки 0.7400, поскольку это уровень поддержки на часовом таймфрейме, дамы и господа. Ну что ж, дамы и господа, если вопросиков у вас больше нет, в таком случае я благодарю вас за внимание. Я желаю вам успешных торговых и инвестиционных решений. В следующий раз мы с вами встретимся в понедельник в 14.00, и в 14.00 мы с вами поговорим о актуальных отчетах, о сделках крупных трейдеров, которые выйдут в эту пятницу, которые уже завтра мы с вами сможем посмотреть. И мы с вами сможем понять, насколько актуальны или неактуальны среднесрочные позиции на повышение по доллару, вернее, сможем получить некое подтверждение или, возможно, опровержение данного мнения. Опровержение или подтверждение того технического рывка, который мы с вами видели сегодня. А я благодарю вас за внимание, дамы и господа. Хорошего вам продолжения дня и до новых встреч на наших последующих семинарах. Еще раз спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.